здарова народ сегодня хочу поговорить с вами об игре в одиночку в escape from тарков разберем плюсы и минусы этого а также я дам несколько советов от себя приятного просмотра безусловно совершать рейды без напарников достаточно сложно но первое что вам необходимо понять игра соло это не хуже чем игра в группе а иногда даже намного лучше сначала разберем плюсы такого стиля игры первое это то что таким образом вы получаете гораздо больше игрового опыта быстрее адаптируетесь учите карты получаете гораздо больше практики в стрельбе и так далее просто представьте что игра это ваш преподаватель индивидуальное занятие всегда лучше занятий в классе второе преимущество следует из первого получая больше реального опыта вы также получаете больше игрового экспириенса и лута ведь его не с кем делить третье это то что вы более мобильный чем любая группа вам нет необходимости переговорах координации ваших передвижений и позиций помните это и постоянно используйте ведь мобильность бою это ключ к выживаемости четвертое вы больше видите и слышите чем группа играя соло вы контролируете каждый издаваемый вами звук также при беге вы можете спокойно улавливать посторонние шаги или звуки точно зная что их издает враг они ваш напарник при передвижениях все ваше внимание концентрируется именно на поиске врага и не распыляется на попытке уследить за вашими союзниками существует распространенное заблуждение что группа способна быстрее заметить или услышать врага но это далеко не так объясню почему все дело в том что играя в группе сильно засоряется аудиоканал различными переговорами и внутриигровыми звуками издаваемыми сокоманниками также у групп уходит много внимания друг на друга при передвижениях стоит об этом помнить исходя из этого преимущества вам необходимо правильно подбирать ваше снаряжение в рейд но об этом позже пятое скорость реакции помните что в си кубе вам в отличие от члена вражеского отряда не нужно тратить время на идентификацию цели а соответственно вы имеете преимущество в перестрелках шестое меньше заметность это касается и передвижений по открытым пространством и засад группе гораздо сложнее разместить всех членов достаточно незаметно выше можете выбрать любую идеальную и нетривиальную позицию что также снизит шансы проверки теперь давайте все же поговорим о недостатках такого стиля игры первый и самый главный у вас нет права на ошибку всегда помните об этом даже при подборе снаряжения в схроне второе это отсутствие универсальность в бою на любых дистанциях а вследствие чего и небольшая ограниченность все просто dmr полуавтоматические карабины будут отлично себя показывает на средних и дальних дистанциях но зачастую будут проигрывать перестрелок на коротких можно конечно взять штурмовую винтовку с оптическим и дополнительным коллиматорным прицелом но работа с ними на близких дистанциях все равно не так удобно из-за низкой скорости прицеливания и ограниченного обзора желательно подбирать максимально универсальное оружие и сборку под любые ситуации но если такой возможности нет или вы например как и я просто не любите оптику просто выработайте свой стиль игры старайтесь быстро сокращать или разрывать дистанции и делать упор на маневренность 3 недостаток это огневая мощь поделать с этим вы ничего не сможете просто старайтесь избегать перестрелок на открытых пространствах где у вас нет возможности часто менять позиции не начинайте перестрелки первым таких местах и максимально часто избегайте их при своих передвижениях по карте также дважды подумайте о том чтобы вести огонь с одной и той же позиции 4 лутинг без прикрытия тут особо ничего не скажешь все что вам может помочь в этом так это привычка ложится и активные наушники лично они часто спасали мне жизнь позволяя услышать шаги врага который вот-вот должен увидеть меня также учитесь быстро лутаться используя сочетание клавиш alt плюс лкм и control плюс лкм и помните что в подавляющем большинстве случаев группа не сможет эффективно прикрыть лутающегося человека и у вас всегда будет возможность совершить точно поражающий выстрел небольшой совет при выборе цели всегда выбирайте статичную если прикрывающий стоит на месте и не стрейфится работайте по нему если нет то не бойтесь убить лутающегося и в случае обнаружения меняете позицию но об этом также чуть позже 5 это мета-инфа или простыми словами инфа после смерти если вы заняли какую-то позицию и убили кого-то удостоверитесь о том что он не понял как и откуда это произошло если это так срочно меняйте позицию иначе рискуете умереть от префаера его тиммейта шестой недостаток это меньше сектор обзора компенсируйте это слухом и использованием активных наушников и так теперь вы знаете на чем стоит акцентировать внимание при игре в одиночку давайте поговорим о вашем снаряжении в рейд в идеале выделите себе сумму на каждый рейд прикиньте сколько вы сможете в среднем зарабатывать и отталкивайтесь от этого помните это поможет вам не уходить минус и использовать наиболее эффективную сборку в каждом рейде на чем же стоит акцентировать внимание учитывая все плюсы и минусы о которых мы поговорили первое активные наушники и легкие шлемы разумеется тяжелый шлем может спасти от одного-двух попаданий а иногда и забрала мой поможет перестрелки face to face но дело в том что при соло игре это как правило лишь продлит вашу жизнь на несколько мгновений наушники же позволят получить гораздо больше информации в ситуации когда вам не хватает лишней пары глаз второе это броня тут все просто наденьте лучше что можете себе позволить но так чтобы это не мешало вашей мобильности и индивидуальному стилю игры но ее наличие обязательно старайтесь хотя бы иметь возможность носить паку в каждый рейд третье магазины если не можете себе позволить разгрузку дороже разгрузки дикого закиньте парочку в рюкзак переместите их в бою в разгрузку гораздо быстрее заряжания по одному патрону да и зачастую у вас попросту не будет такой возможности из-за отсутствия прикрытия а стрелять в одиночку приходится гораздо больше чем составе группы 4 расходники их количество а именно патроны и медикаменты лучше взять чуть больше чем используете в среднем так как напарника который поделится с вами у вас не будет 5 это оружие подумайте над его выбором желательно выбирать наиболее универсальные варианты хорошо подойдут а к 74 н и а к 74 м если вам не хватает опыта то старайтесь избегать узкоспециализированных экземпляров таких как са 58 или а из вал например если идете на крупные карты последняя по счету но не по значению глушители да они дорогие но зачастую без них у вас не будет возможности в полной мере реализовать все преимущества игры в соло в заключении хочу поделиться несколькими советами стреляйте тогда когда уверены в том что можете убить это очень важно так как открывающий фраг поможет вам создать некий якорь который привяжет группу к их мертвому тиммейту помните о том что при потере мобильности группа представляет гораздо меньше угроз для вас не позволяйте им выстроить линию фронта старайтесь постоянно менять позиции и выцепляйте по одному не позволяя всей группе одновременно концентрировать огонь на вас при возможности избегайте перестрелок фейс-то-фейс атакуйте с флангов из тыла не воспринимайте вашу броню как броню звучит странно да но броня это лишь ваш призрачный шанс избежать смерти даже если вы убьете одного члена группы но получив достаточно много урона он даст инфу о вас и вас тут же задают не дав возможности восстановиться следуйте правилу всегда есть еще один прежде чем приступать к лутингу трупа подумайте о том как и откуда его могут контролировать проверьте эти позиции не стоит забывать о том что они также могут быть и без прямого зрительного контакта и ориентироваться только на звук лутинга не забывайте про оптику зачастую в группах один марксман или его нет вовсе устранив его вы получите колоссальное преимущество на дистанции учитесь принимать решение максимально быстро в бою и не колебайтесь при лутинге помните у вас нет права на ошибку и время ваш бесценный ресурс который должен работать на вас они против вас надеюсь данное видео оказалось полезным для вас буду рад узнать ваше мнение в комментариях в описании под видео оставлю несколько ссылок на видео с тем вайпами возможно там вы сможете почерпнуть что-то полезное для себя плюс я иногда провожу стримы на которых эти тем вайпы и происходит собственно говоря так что если интересно можете как-нибудь забежать также я бы хотел раздать 10 ключей с двухнедельным доступом в бету правило просты никаких подписок и репостов я не требую просто напиши хэштег хочу ефт и вкратце расскажи почему именно понравился этот проект и оставь свои контактные данные желательно иди в вк чтобы я мог с тобой быстро связаться спасибо за просмотр